Добрый день, дорогие мои! Я уже неоднократно показал вам вот такое приспособление для сбора ягод, который придумал не я, но я его увидел в форме картонной коробки, а сам сделал уже вот из пластиковой бутылки и собираю второй день смородину. И мне это очень нравится. Действительно полезное изобретение, поэтому я отдельно хочу его показать. А не просто в ролике про смородину, поскольку есть несколько хитростей, которые нужно применить для того, чтобы оно стало совсем удобное. Видите, его действие такое очень простое. Я прямо рукой беру ягоды, даю, как говорится, в данном случае смородину, и она попадает сразу вот в такой сосуд. После я высыпаю в пакет, и мы эти ягоды морозим. И что оказалось в этом изобретении важного? Оно, конечно, простое. Вот смотрите. И больше не надо делать. Меньше, конечно, сложнее. И потому что рука здесь должно быть пространство, чтобы она вот так работала, чтобы у нее была возможность входить-выходить. Если маленькой, то у вас получится некуда ягоды бросать. А если сильно большая, вот как я поначалу сделал, вот здесь очень большой срез и маленькую такую держалку, то получается рука очень далеко вылезает. Тоже сложно кидать. Вчера я целый день собирал вот с такой тоненькой держалкой. А увидел, что еще и она сваливается. Вот так съезжает по рукаву. И попадать ягодами становится достаточно сложно. Вот сейчас у меня, видите, очень легко. Давайте я вам вот так сорву и покажу. Уже нас сорвано. Вот что происходит. Я просто срываю, и все идет туда. Но что я для этого сделал полезного? Я взял вот эту пленку, скотч обычный, и его с этой стороны наклеил. А с той стороны он остался липким. Здесь три слоя. Они достаточно толстые. Видите, опустилась широкая рука ниже. Она теперь вот здесь находится. Но самое интересное, что вот эта липучесть этого скотча дает возможность держаться прямо вот на руке. этому аппарату. Даже когда он достаточно тяжелый. А вот в данном момент он уже у меня вполне наполненный. Сегодня я с помощью его набрал, я думаю, тут уже килограмма два. Вот. Высыпаю очередную порцию и продолжу собирание. Но для тех, кто будет делать, я бы порекомендовал еще одну вещь. Вот. Я взял круглую такую бутылку. Срезал круглую бутылку. На самом деле, если вы найдете пятилитровую, такие есть они полуплоские бутылки, то под руку сделайте дырочку в боковой стороне, чтобы у вас вот здесь был чуть-чуть подлиннее лоточек. И больше того, я вам рекомендую. Видите, у меня срез как получился. Я думал, что его надо в эту сторону наклонить, чтобы было удобно. На самом деле, либо нужно оставить срез 90 градусов, либо вообще сделать немножечко лоточком сюда, чтобы вот так поддеваешь ягоду, она уже была в банке, и ее сдираешь. В данный момент, когда я так делаю, видите, она у меня вне банки еще, эта ягода. Был бы у меня вот этот кончик подлиннее, я бы вот так раз, и все, уже точно никуда ничего не денется. Хотя и сейчас работает так вполне нормально, но время от времени какие-то ягодки срываются. Вот видите, они, вон где они находятся. Был бы у меня кончик, они бы туда не ушли, и мне бы их не пришлось по новой ловить. А здесь вот приходится так маленечко подправлять. Я переделаю. Этот пуст я уж дособираю с такой собиралкой, а бутылок я смогу найти. У нас тут, у озера, мужички не стесняются оставлять свои баклажки. Так что я чуть-чуть переделаю, и вам советую тоже сразу сделать вот такую вперед длиннее, и ее уголочек вот здесь чуть-чуть повыше, чтобы сразу подцеплять. Вот и все, что я хотел вам об этом сборнике рассказать. Не знаю, как фамилии изобретателя, но он молодец, что придумал из коробки, а я молодец, что усовершенствовал это изобретение. Все изобретают постоянно велосипед, и каждый раз он становится лучше и лучше. Я надеюсь, что и такой сборник тоже будет лучше. Под две руки сделать? Не знаю. Интересно. Все, здоровья всем, радости и хороших урожаев. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok